Доброе утро! Собираюсь я, значит, и тут мне приходит посылочка. А что мне пришло? Опять 25. В общем, всё-таки я остановилась на белых. Хотя у меня куча белых кроссовок, но... Я не знаю, всё-таки они прикольнее смотрятся. Те мне тоже очень нравятся, но я знаю, что их буду носить крайне редко. Поэтому решила взять беленькие. Вот так вот они выглядят. С пальмами. Сейчас покажу. Короче, леопардовые волны. Золотое солнце. И золотая пальма. Вот. Классные кроссовочки, мне нравятся. Так что оставлю белые. И очень удобная форма. И, честно говоря, мне вообще даже можно было брать 35,5, потому что, ну, они довольно-таки свободные. Ну, 36 ещё нормально, 36,5 были вообще мне большие. Вот. Я сейчас собираюсь быстро на работу. Сегодня последний день, последний день. И потом я отдыхаю. Сегодня погода у нас не очень, плюс 18 и такой ветерок прохладный. Мы вчера гоняли в шортах, а сегодня, видите, я приоделась потеплее. Ну, ничего, главное не 10 градусов и не 8, всё остальное меня устраивает. 17 градусов очень даже неплохо. Снова от меня ветер злых перемен. Тебя уносит, не оставив мне даже тени взамен. И он не спросит, может быть, хочу улететь я с тобой. Жёлтый рассыний лист твой, птицей за синей мечтой. Позови меня с собой. Я приду в сквозные ночи. Я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты. Нарисуешь мне солнце, где разбитые мечты. Обретаю снова силу высоты. Кто, не знаю, распускает слухи зря. Что же глуп я без печали и забол? Что на свете всех удачных я и я. И всегда, и во всём, и в всём. Так же, как все, как все, как все, я по себе хожу, хожу. И после стыка все, как все, счастья себе прошу. Когда говорят, что оставаясь в общай, Казалось бы, нужно скорее забыть, забыть, забыть. А я тебя помню, а я тебя помню. Хоть ты не звонишь и не пишешь давно мне, То в полночь и время, то близится к полню. А я тебя помню. Пришла мне посылочка. От имблот, я думаю, это. Не думаю, а знаю. Я, кстати, уже пришла с работы. Уже походила в своих новых кроссовочках. Классненькие. Мне нравится. Все заценили. Ну, смотрите, в пакетик ещё в коробку положили. Вот. И всё, я отработала. И теперь я свободна. До середины июля. Так, что мне тут дали? Ой, пробничку вот таких вот тенюшек. Голубых. На камере что-то так ярко выглядит, на самом деле. Они такие, как джинсы. Мейкап бейс. Какой-то крем. Ну и всё. Так, что я заказала? Две продукта, которые я всё время заказываю. Это вот этот вот. Ну, я вам сейчас покажу, значит. Для вот этой вот своей палетки я сейчас это всё вытащу. Потому что уже тут немного осталось. Можно ещё, конечно, допользоваться. Но я хочу всё новенькое сделать. Видите, я вообще не пользовалась. Они слишком светлые для меня. И я хочу... Ну, короче, я заказала другие. Потемнее даже ещё не видела. Сейчас посмотрим. Пойду быстро её сполосну. Ух ты! Класс! Как я угадала с цветом! Посмотрите. Вам что-то видно? Видите, у меня турбандикей. Мои любимые. Такого вот они оттенка. Блин, я не умею описывать оттенки. Такая тень, грязный асфальт. Но такой тёмный, видите? Очень классный. И вот этот оттенок... Ну, не, он другой. Но мне кажется, он тоже будет классный. Сейчас посмотрим. Сейчас я сделаю вам сводчик. Вот так выглядит палетка. Видите, вроде бы всё как-то в одной гамме. Но всё же разные, да? Так. Ох, ну классные они тоже. Они больше такие сиреневые, конечно. Ну да, больше сиреневые. Но, в принципе... В принципе, я думаю, тоже будет ничего. Но те всё равно лучше. Вот видите? Это сейчас вот эти. Ну, я выбирала по картинке там, да? Это нереально в интернете, не видя вживую. Вот. Но тоже красивое. Так. Далее вот эти... Дневные на каждый день. Видите? Совсем такая лёгкая тень. Класс. И скульптор. Давайте я вам тоже покажу. Скульптор вообще еле заметен. Ну, заметен, конечно. Вот. Блин, я вообще ничего не вижу. Вот. Видите? Он более коричневый из всех. Вот это вот скульптор. Но абсолютно безрежены. Супер как тень. Вот такие вот оттенки я обожаю. Нюдовые, асфальтовые, томные такие. Славь, мне глаза крушилось. А я больше не верю в любовь. Ну что, мы пришли в Маруш. У нас здесь компания. Честно говоря, что-то я голодная. И я не могу решиться, есть мне или не есть. Одна часть моя говорит, не ешь. Другая говорит, ешь. Не знаю. Чувствую, сегодня будет срыв. Я уже почти три недели не срывалась. Ни сладкого, ни хлеба, ничего. Посмотрим, что будет сегодня. Доброе утро. Время восемь вечера. Я просто только что проснулась. Я проснулась давно, уже я гуляла, уже у меня как бы отпуск. Потом пришла домой, меня просто вырубила. Я села монтировать лок, но так и не смонтировала, потому что отрубилась. Сейчас иду кушать, потому что я сегодня еще ничего не ела. Хотела показать. У меня спрашивала, что я наношу на слизистую. Вообще все равно. Просто светлый карандаш. До этого у меня был от Мак, до этого от Эссенс. Сейчас вот тоже от Эссенс. Кому интересно. Так, что-то написано. Эссенс, long lasting. Оттенок 25. Say hi, light. Ну, на самом деле, просто это все равно. Берете какой-нибудь... Ну, желательно какой-нибудь кремовый, потому что сильно белый, когда это чересчур. Кремовый, бежевый, что-то в этом роде. Мне уже уезжать послезавтра. А, нет, воскресенье. Я перенесла нашу с мамой поездку на один день. И у меня осталось два дня, чтобы как-то разобраться в этом хаосе. Ладно, пошлите кушать, кушать, кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Время 9 утра. Сегодня пятница. И последний шанс у меня сходить на эту выставку... А, жвачек нет. И мы сейчас едем. Что-то я стала просыпаться вообще где-то в 6 утра, в 7. Не засыпать, просыпаться я стала. В 9 утра и... В 9... В 6-7. И не хочу спать. И где-то час валяюсь, валяюсь. И только потом засыпаю. Мы должны уже вообще-то там стоять. Через полчаса она открывается. Но там всегда такие очереди. Не знаю. Мне надо сегодня после выставки еще пойти покрасить корни, потому что я уже не могу на себя смотреть. Думала, может, там уже покраситься, в Калининграде. Может, чуть-чуть цвет изменить. Тоже темный, но чуть-чуть на оттенок светлее. Но потом думаю, ладно, уже тут покрашусь, потому что я не могу туда ходить. Надо убраться дома. Надо сложить чемодан. И дело в том, что у меня еще вещи в стирке. Ну, я сложу, что сегодня смогу. Надеюсь, до завтра они высохнут. Что еще мне надо? Это я вам рассказываю и себе заодно напоминаю, чтобы не забыть. Еще мне надо накачать музычки новой. У меня тут 800 песен где-то в машине, но все равно. Но ехать далеко, я помню, мы с папой осенью туда ехали. И у меня было песен 200 где-то. И я их ненавидела к концу поездки, потому что я не знаю, сколько раз я их прослушала. Сначала полностью, потом некоторые переключала, потом вообще 20 секунд слушаю, переключаю, потому что уже бесит. Поэтому нужно очень много и очень разной музыки, чтобы не скучать. Я люблю дорогу, но только в том случае, если есть хорошая музыка. И можно подпевать. Так, значит, накачать музыки. И... А, и сделать маникюр, педикюр. А это тоже очень долго. Короче, сегодня весь день буду сидеть дома. После того, как сделаю в городе все свои дела. Надеюсь, мы не будем стоять часа два в очереди. Часик я готова. И то... Мы еще хотим сейчас завтрак где-то купить по дороге. Пока будем стоять в очереди кушать. Но... Я не знаю где, потому что я бы съела с удовольствием овсяночку с йогуртом, но... Я не знаю где сейчас купить, чтобы йогурт был не молочный. Ну, без лактозы. А искать у нас сейчас времени нет. Ладно, разберемся. Короче, зашли мы в Фэнси. Что у нас тут? Что тут? Что тут? Тут страбери... Еще что-то? Ну, тут, короче, все подряд намешано. Фрукты, чия, семена чия, миндальное молоко. Я тебе привожу. И все такое. Так, аккуратненько поставим. Это суперфуд. А тут у нас что? Ой, как лека-лика. Ой, как лека-лика. Блин, это че это? Это твоя. Ой, как лека-лика. А основная? Да, мантель, мельч-мюсли и фрукты. О, с чиями. Класс. Сейчас будем в очереди жрать. Твоя ложечка. Ну, конечно. Вот сюда мы идем. И тут вот такая очередь. Пока ты идешь, уже пятерых пропустила, понимаешь? Ну, это просто жесть. Я не знаю, мы будем встать полдня. Надо было захватить плед. Обед тоже. Плед надо было захватить. И обед. И обед, да, мы только завтрак взяли. Жесть вообще. Мама. Сеня. Да скейтнешь. Да скейтнешь. Да. Они начинаются знаешь где? В МИТе. Блин, еще больше, чем в тот раз я стояла. Короче, очередь нереальная. Мы столько не выставим. Пять часов стоять. Полдня пройдет. Блин, ну реально, видимо... Видимо, прикольная выставка, потому что, ну, столько народу. Ну, это жесть вообще. Я вам сейчас покажу, сколько там было. Какая очередь. МИТЕКТА Мы сейчас придумали такую идею. Пока мы пойдем по делам, как по ревмахеру, Сеня по магазинам, мы хотим там подойти в конец очереди, все равно же они стоят, дать им денег, чтобы заняли за нас очередь. И когда будут уже подходить, чтобы нам позвонили. Вот. А мы пока походим тут. Сейчас еще надо позавтракать. Хотя я выпила вот этот вот шейк, и я уже полная. Надо еще поесть. Не пропадать же добру. Я больше сюда не заеду. Этот гребаный паркхаус. Блин, у меня камера заедает. Мы опять ищем машину. Мы были уже уверены, что нашли. Но мы не нашли. Потом сели в лифт, нажали кнопку, постояли на одном и том же этаже, вышли. Сеня говорит, да он не ехал, не чувствовал, что он ехал. Глядывает, такая, а не, мы ехали. Говорит, не, мы не ехали. А, да, мы не ехали. Короче, это жесть. Мы опять ходим по этажам. Я просто не понимаю, как так можно было строить. Тут очень непонятно. Да, хотя вообще небольшой, да? Вроде какой-то мистичный. Давай. А тут опять П-1 нету. Блин. Вон наш лифт. Не тот лифт. Вот тот лифт и едет исключительно на первый этаж. Почему? Вопрос. Как бы созревает. Сейчас пойдем на П-1 и дам пешочком. Попробуем. Все по старой схеме. Так. Най, П-1. Да. А, П-0. П-0, мы не подняли. А, нет, ну мы спускались. Что мы делаем? Как мы сюда попали? Выпустите. Ладно, я только помню. Это очередь, очередь, очередь. И вот мы здесь. Мы едем или нет? Нет, Юля, мы где-то здесь. Мы здесь, где-то рядом. Ну, вон там, стопудово. Помню, 13, я говорю, и вот тут сворачивали. Или? Вот тут. В прошлый раз, не важно. Ну да, вот здесь мы завернули и перешли встало. Ну, а что мы ездили? Что туда-сюда, Митя, находишь? Что-то не реагирует мой Порш. Долго. Тут подъем есть? Потому что там был подъем. А, кстати, да, вот на нем стоит. Все, отлично, мы там. Наш план вроде бы сработал. Подожди. Не говори. Так это я выложу через неделю. Нань, когда так скажешь, потом хренушки. Вот сделаем потом. И, знаешь, я всегда думаю, ну а что уже может пойти не так? И обязательно. И в очередь только вошла. Думаешь, а что может пойти не так? И тут херяк с метеорит. Тут херяк, что ты понимаешь. Вот сто лет его не было, а сегодня упал. Не говори. Не, ну я скажу. Ну не говори, подожди, потом, если получится, получится. Вот хотя бы пока она не позвала. Короче, наш план не сработал. Мы подошли к одному парню, говорим, так и так, не хочешь, ну давай мы тебе 20-ку дадим, а ты типа позвонишь, когда уже будешь поближе стоять, и мы просто к тебе встанем. Он такой, нет, я не могу это сделать, это не честно по отношению к другим, кто стоит. Ну, короче, это немцы, это типичные немцы, они все живут по правилам, это нереально, чтобы кто-то согласился. Ладно, пошли дальше искать жертв, нашли девушку одну, с мамой она, по-моему, стояла, тоже, значит, попросили, говорим, давай мы тебе денежек дадим, типа, ну, просто мы только, тут такая длинная очередь, типа, мы только подошли, а нам вечером уезжать, мы вообще не сберли, она бля-бля-бля, наплели. И она такая, ну, улыбалась, ой, полиция. Она вроде бы согласилась, она говорит, ну, мне не надо денег, мы такие, ну, давай мы тебе принесем что-нибудь покушать, там, попить, то, сё. И она согласилась, обменялись номерами, мы думаем, ну, и отлично, Сеня пошла по магазинам, я пошла в парикмахерскую. Сижу, меня красят, приходят смс от нее. Вот, тут очень долго стоять, мы, наверное, будем уходить. Давай, давай, отлично. Мы, наверное, говорит, будем уходить. Я говорю, ну, давай, раз ты все равно будешь уходить, мы сейчас подойдем, подружка моя подойдет и встанет на твое место. Ну, естественно, мы бы ей дали денег, да? Она, ну, ты знаешь, я, наверное, ну, я еще тут, но я уже буду сейчас прям уходить, мне нет времени ждать, или мне лень ждать, что-то такое. Я такая, ну, окей, ладно, шады, ну, типа, жалко, ну, что поделать. И тут она говорит, присылает смс большой, говорит, ты знаешь, вообще, я считаю, что это неправильно, нечестно по отношению к другим. Тут люди так долго стоят, а вы вот так вот в наглую. Я думаю, блин, ну, вот, ну, какая разница, ты стоишь, что ты будешь стоять бесплатно, что тебе еще за это заплатят? Ты все равно стоишь, твое место никто не забирает все равно, какая тебе лично разница? Ну, короче, ладно, я не знаю, пойдем, будем мы еще сегодня пробовать или нет. Она мне сейчас красила, смыла мне пол лица мейкапа. Ладно, не знаю, может быть, попробовать завтра в 8 утра прийти, не знаю, посмотрим, сейчас обсудим. Короче, план наш не сработал. Мы тут в Потемкино, я тут, кстати, первый раз, и я вообще была не голодной, вот вообще, в принципе, не особо, но аппетит есть, когда мне сейчас прислали цыпленочка, табака принесли, прилетел ко мне. Посмотрите, как вкусненько. А вот тут один чеснок. Как я сейчас обожрусь? Короче, меряю покупочки из Ары, и, ну, посылка мне пришла. Вот это платье прикольное, но оно мне большое, в том смысле, что оно длинное. Мне нравится, что здесь он такой строгой, можно классно его одеть, что это какой-нибудь клатч прикольный. В общем, здесь вот такие вот рюшечки везде, на рукавах, здесь и внизу. Но я думаю, что я его оставлю и просто сдам, чтобы мне подкоротили примерно, ну, короче, как-то вот так, чтобы оно было коротенькое. И тогда будет прикольно закрытое полностью всё и короткое. Вот. Мне нравится. Я думаю, когда подкоротят, будет прикольно. Далее шорты. Тоже прикольные. Наконец-то мне опять подходит S. Реально, потому что мне в последнее время M было прям как раз. Ну, в общем, в принципе, неплохие. Я вот смотрю, сидят неплохо. Так что шорты тоже оставляем. Вот такая вот юбочка прикольная, миленькая, ярко-розовая. Но я, правда, сейчас плотно поела цыплёнка табака громадного. Цвет мне нравится. А что, это карманы? Ой, так... Ааа, так это зад. Подождите, я неправильно надела. Ну, конечно, так гораздо прикольнее. В общем, с кармашками. Вот такой замочек. Ну да, а то я думаю, что-то перед длиннее, чем зад. А теперь вроде всё нормально. Класс, тоже оставляем. Ещё одна юбочка. Я её уже мерила в магазине. Она мне очень понравилась. Джинсовая. Мне нравится цвет её. Джинсы. И мне нравится вот этот вот разрезик. Такой секси. Я довольна. Слушайте, осталась ещё одна кофта. Сейчас померяем. Юбка вообще вот эта мне очень нравится. Обожаю джинсовые юбки и шорты. Ну и кофточка я тоже довольна. Я прям угадала в этот раз совсем. Во-первых, цвет я обожаю. Бежевый, белый. Во-вторых, такая приятная. Здесь просто хлопок. Ну, хотя это тоже хлопок. Ну, вы поняли, такая тканевая. Здесь как рубашка. И рукава такие оболтенные. Ааа, я трусь от них вообще. Классная кофта. Тоже её оставляю. Вот. Если выпустить, можно тоже и так. Короче, я довольна. Супер. Померив эти вещи из Зары, я поняла, что мне не с чем носить юбки. Потому что у меня не осталось футболок или маек. Ну, я не знаю, не могу носить прошлогодние. Но могу, если что-то мне очень нравится. Но как-то так. И да. И я пошла в H&M. И набрала кучу разных маек. И футболок. Ой, блин, время 8 вечера, да? Девятый час. Я сегодня собиралась весь день сидеть дома. И я им рассказывала, сколько у меня дел, да? Но не получилось. Девятый час. Я всё ещё шляюсь. Но ничего, я всё равно довольна. Вот знаете, что Кира так бесится и нервничает? Поедешь с нами? Гуляйте. Это она не просто так радуется. Мы собирали чемоданы, и она прям просто с ума сходила. Чувствует, что уезжаем. Но она же не знает, что она с нами едет. В общем, едем в Калининград. Готова? Готова. Пионер! Я уже три дня готова. Всегда готов. Пионер! Три дня готова. Всегда готов. Пошли уже. Мы проехали уже... Сейчас мы выехали. Сейчас полвосьмого. Шесть часов с лишним. У нас привал. У нас тут курочка с помидорами. Вот. Конечно, можно и куда-то зайти, но так же не интересно. К тому же тут поле. Кире надо погулять, потому что она в машине прям нервничает. Вот так дышит. Класс, когда долго едешь, мы в машине уже яйца поели. Фрукты. А теперь у нас типа ужин. В поле. Вообще, мы заблудились. Мы проехали, нужный съезд, а потом там новая дорога. И, в общем, навигатор не мог ее показать. Мы где-то часа через три будем. Но, правда, я не знаю, сколько мы еще будем стоять на границе. Посмотрим. Ну что, мы прибыли. Время. Я уже все, часы сняла. Время. Ой, вот тут сяду. Пол первого. Но мы приехали в 12. В общем, мы там заблудились. Больше часа потратили, чтобы понять, куда нам опять ехать. Навигатор нас не мог вывести. И на границе мы тоже больше часа стояли. Всех пропустили. Нас не пропускали. Маме отдали паспорт сразу. А мы, как обычно, три часа морожили. Ну ладно, мы уже здесь. Я голодная и сонная. Но кушать я уже не буду, естественно. Я лягу сейчас спать. Тут разобрала вещи. Ну, в смысле, косметику. Мой брат так посмотрел. Я говорю, а что, я к тебе переезжаю. Все, я буду спать. И мы увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok